Вроде еще утро, я не знаю сколько времени. Мы команда «Самое время» и мы хотим представить вам наш проект «Первый день новой жизни». Для начала нужно рассказать краткую информацию и главную идею нашего проекта. Наш проект представляет собой школу кураторов ВНМЕХА. Это своеобразный курс по подготовке помощников для первокурсников. Обучение в школе кураторов будут проходить студенты, начиная со второго курса, заканчивая пятым. Главным условием для прохождения этого курса – успешное обучение в ВУЗе. Наши участники этого проекта будут курировать новых студентов нашего университета на каждой образовательной программе и будут помогать им освоиться в университете. Зачем нужна школа кураторов? При поступлении в ВУЗ, конечно же, всем первокурсникам нужна помощь в адаптации к образовательному процессу. Рассказать, как проходит студенческая жизнь, где находится аудитория и куда нужно обратиться, чтобы решить свою проблему. Для этого нужны кураторы. Ими будут являться студенты более старших курсов. Они уже все это знают и будут учить первокурсников, рассказывать им обо всем. Наша школа будет направлена именно на подготовку этих кураторов. Им будут рассказывать, как правильно общаться с их группой студентов. Дадут им необходимую информацию для всего этого процесса, которая будет полезна и так далее. Одной из наиболее значимых проблем является недостаточная подготовленность куратора, вследствие которой выявляется нехватка необходимых знаний и навыков для работы с коллективом. Плохое информирование становится причиной того, что студенты первых курсов могут пропускать важные события в жизни вуза. И в первые недели обучения с трудом находят необходимые аудитории. К тому же, преподаватели пусть и рассказывают о тонкостях жизни в военмехе, однако этого все равно оказывается недостаточно. Проблем нам в самом деле действительно очень много. Но наша школа поможет их решить, поможет справиться с преградами, встречающимися при общении кураторов со студентами, постарается закрыть как можно больше белых пятен в знаниях кураторов. На самом деле уже сейчас существует школа кураторов, где психолог помогает кураторам общаться с будущими студентами, направить их на более правильное общение с нами. Мы же предлагаем к этим занятиям добавить еще 2-3 встречи летом, чтобы обучить кураторов, больше поднять их квалификацию. Кураторы, перенявшие знания для работы со студентами, получат сертификаты и смогут начинать с нового учебного года курировать группу своего направления. С таким подходом к кураторству первокурсники не встретят особых проблем, как минимум на начальном этапе обучения и адаптации в УЗИ. Также в дальнейших перспективах мы бы хотели провести третий этап нашей школы. Он будет заключаться в объединении команды кураторов для того, чтобы создать отдельную команду в стенах УЗА, которая сможет организованно помогать преподавателям, которая будет очень много общаться, помогать друг другу, каким-то проблемным группам. Сделаем мы это за счет либо какого-то выезда и игр на сплочении, либо же, опять же, мероприятий в стенах военмеха. В школе кураторов вы сможете повысить свои навыки в общении и организации коллектива. В первую очередь мы хотим, чтобы у ребят создавались дружеские доверительные отношения. Во-вторых, мы хотим, чтобы активная жизнь студентов у нас поддерживалась на достаточно хорошем уровне. И, наверное, самое главное – это хорошее информирование первокурсников. У всех у нас есть кураторы. Обычно в группе представляют по два куратора. Вот из личного опыта хочу сказать, что кураторы не обладают теми знаниями, которыми должны обладать. И мы хотим устранить эту проблему. Расписание мероприятий. Снятие будет проводиться в 2 дня. Тортировочное время с 2 до 6. Снятие будет расходено на практическую и теоретическую части. Во время теоретической их занятий будущие кураторы узнают о многообразии студенческих организаций военмехи, специфики работы с администрацией, а также разберут популярные ошибки. Более того, им на практике будет представлена возможность организовать выезд, помочь студентам из других стран с вузой и с миграционной картой и столкнуться с множеством других проблем в рамках ролевой игры. Завершающим этапом будет тест, в котором выведут самые активные и ответственные кураторы. Группы будут состоять от 10 человек, но в культурной и игровой деятельности школы будут участвовать все желающие. План реализации проекта будет происходить в 2 этапа. Первый этап – это предподготовка. То есть сначала мы согласуем абсолютно все действия с администрацией. Затем мы предложим объединить уже существующую школу кураторов со школой кураторов и наш инициативный проект. Ну и третьим действием будет происходить нахождение времени и места для нашего проекта. Ну и второй заключительный этап – это будет происходить обучение наших будущих кураторов. То есть проведение психологического этапа обучения. Затем будут происходить какие-то выезды на природу. Возможно, даже летом. Ну и третье – это аттестация наших курсантов, кураторов. Мы будем... Все это будет происходить в довольно занимательной и веселой форме. Все. Давайте.